Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я делюсь с вами рецептом обеда. Обеда на всю семью. Вкусно, быстро и аппетитно. А самое главное без хлопот. Все настолько быстро вам понравится. Давайте начнем приготовление обеда на скорую руку. Пока варится картофель, займемся фаршем. Беру фарш, к нему добавляю соль, перец, травки-муравки. Натираю твердый сыр на мелкую терочку. Натертый сыр отправляем к фаршу. Небольшое количество, вот так. Можно еще чуть-чуть добавить. Оставляем сыр в сторону. Берем яйцо, выливаем к фаршу. И еще нам понадобится небольшое количество молока. Приблизительно 2 столовых ложки. Берем лук и натираем на крупную терочку. Натертый лук также отправляем в миску. И все это дело нам нужно замешать. Замешиваем приблизительно 5 минут, чтобы все ингредиенты в фарше перемешались между собой. Картофель сварился. Воду я слила. Теперь, что делаю дальше. Добавляю к картофелю твердый сыр. Немножко оставляю для украшения. Сюда же добавляю масло. Размягченное сливочное. И хорошо все переминаю толкушкой. И последним ингредиентом, который мы добавим в картофель пюре, является молоко. Буквально 4 столовых ложки. И снова все хорошо толкушкой перемешиваем. Так картофель получится еще более нежным и вкусным. Из остывшего картофеля пюре формируем лепешки. Это сделать очень легко, так как пюре пластичное и нежное. Вот так формируем кругляшок. Потом разминаем его слегка и отправляем в форму для запекания. Делаем маленькое углубление для фарша. Из отдохнувшего фарша формируем вот такие кругляшки. Котлетки. Средний размер. И вставляем вот в это углубление. Чуть-чуть слегка прижимая пальчиками. Так делаем, пока не закончится наш фарш. То есть у нас должно получиться 6 штучек. Вот таких котлеток. Свежий помидор нарезаем на 6 слайсов. Слайсы ставим сверху на котлетки. Сверху все посыпаем обильно сыром. Сыр не жалеем. Посмотрите, как красиво. Как снеговички получаются. В это время у вас должна уже нагреваться духовка. Температура 180 градусов по Цельсию. Это блюдо готовится достаточно быстро. Полчаса. Ставлю в духовку наше блюдо на полчаса. Встретимся через полчаса. Буквально за полчаса мы вместе с вами приготовили необычную, необыкновенную вкуснятину. Обед без хлопот. Советую обязательно на засуге приготовить такое блюдо. Я думаю, семья оценит. Его даже можно подать как праздничное блюдо. В центре стола очень вкусно в горячем виде. Пробуйте, экспериментируйте и у вас всегда все получится. И не забывайте, что существует канал у Татьяны, где вы найдете массу интересных рецептов для всей семьи и для вас. Понравилось видео, жмите лайк, делитесь, друзья, напишите комментарии. До новых видео и до новых встреч. Пока-пока. Увидимся. Для приготовления обеда нам понадобились следующие ингредиенты. Фарш у меня свиной, не сильно жирный. В принципе, можно использовать любой другой. Пол килограмм. Одна крупная луковица, а также твердый сыр хорошего качества 100 грамм, не меньше. Масло сливочное 80 грамм. Один помидор. Одно куриное яйцо среднего размера. И небольшое количество свежего молока. Из специй понадобится смесь трав для мяса, соль приблизительно, чайная ложечка и перец молотый. А также нам понадобится картофель. Он уже варится приблизительно 700 грамм. Варю в подсоленной воде на среднем огне до готовности. А также добавляю одну сырую луковичку для вкуса.